Нэнчанг Q5 Фонтан. Многоцелевой штурмовик КНР. Q5, первый боевой самолет китайской разработки, строившийся серийно. Он является глубокой модернизацией истребителя МиГ-19, выпускавшегося в Китае по советской лицензии под названием Шиньян Джей-6. Китайским конструкторам удалось создать недорогой, простой и надежный тактический ударный самолет, опередив своих коллег в США и России, где разработка аналогичных машин, Ваут А7 и МиГ-23Б началась значительно позже. По сравнению с исходным МиГом китайская машина имела удлиненный фюзеляж с боковыми воздухозаборниками. Такая компоновка улучшала обзор из кабины в направлении вперед-вниз и позволяла разместить в заостренной носовой части дополнительное радиоэлектронное оборудование. Серийный выпуск Q5 начался в конце 1969 года, в период наибольшего обострения советско-китайских отношений. Поставка в строевые части началась в 1970 году, в первую очередь новые самолеты получили авиационные полки, расположенные в северных районах Китая и нацеленные на Советский Союз. Самолет имел грузовой отсек длиной приблизительно 4 метра, способный вмещать одну бомбу массой 500 килограммов или две бомбы по 250 килограммов. Можно предположить, что подобное размещение вооружения свидетельствовало о стремлении конструкторов оптимизировать самолет для доставки тактического ядерного оружия в тот же самый СССР. В 1975 году начались работы по проектированию усовершенствованного истребителя-бомбардировщика Q1, на котором отказались от грузоотсека. В то же время удалось увеличить состав вооружения на внешних узлах подвески, число подфузеляжных узлов подвески возросло до 4, и боевой радиус действия, за счет удлинения фузеляжного топливного бака. Самолет имел усовершенствованный вариант двигателя W-6, контейнер тормозного парашюта перенесли с нижней части фузеляжа под основание киля, были установлены узлы для подвески стартовых пороховых ускорителей, усовершенствовано связанное радиооборудование. Первый модернизированный самолет совершил первый полет в конце 1980 года, а 20 октября 1981 года он был сертифицирован. Часть самолетов Q-1 для военно-морского флота Китая могла нести на подфузеляжных узлах подвески две торпеды или противокорабельных ракеты С-801, способных совершать полет на малой высоте, 20 метров. В январе 1985 года был сертифицирован самолет Q-1A, предназначенный для ВВС Китая. Он оснащен новым оптическим стрелково-бомбардировочным прицелом, двумя дополнительными подкрыльевыми узлами для бомб калибром до 500 кг и топливными баками увеличенной емкости с системой заправки топливом под давлением. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Фюзеляж самолета, цельнометаллической конструкции, состоит из передней и задней состыкованных частей. В нижней средней части фюзеляжа расположен воздушный тормоз с гидравлическим приводом. На нижней части фюзеляжа установлены два аэродинамических гребня. Кабина летчика, герметизированная, имеет частичное противопульное бронирование. Остекление фонаря обеспечивает обзор вперед-вниз на угол 13,5 градусов. Летчик размещается в катапультном кресле, обеспечивающем спасение в диапазоне скоростей 250-850 км в час. На самолете Q5 установлено два твердотопливных реактивных двигателя WP-6 или WP-6T, размещенные в хвостовой части фюзеляжа. Они оснащены регулируемыми соплами с гидроприводом створок. Боковые нерегулируемые воздухозаборники имеют небольшие отсекатели для отвода пограничного слоя фюзеляжа. Емкость трех передних и двух задних фюзеляжных топливных баков – 3648 литров. На двух внутренних и двух внешних подкрыльевых пилонах могут устанавливаться сбрасываемые топливные баки емкостью, соответственно, 760 и 400 литров. Основным компонентом бортового радиоэлектронного оборудования является РЛС, имеющая дальность обнаружения воздушных целей около 20 км, захвата и сопровождения – 13 км. Помимо радиолокационной станции на самолете установлены радиокомпас, радиовысотомер, аппаратура радиолокационной системы опознавания, связанная радиостанция УКВ-диапазона, станция предупреждения летчика об облучении РЛС противника и оборудование радиотехнической системы посадки. Вооружение – две пушки 23-2К, 23 мм, два поста снарядов, расположены в корневых частях крыла. Имеется 10 узлов внешней подвески. На каждом подфузеляжном узле могут подвешиваться бомбы массой до 250 кг, китайские боеприпасы 252 или 253 американские МК-82 и лесникай, французские дюрандаль. Бомбовая нагрузка на внутренних подкрыльевых узлах может состоять из бомб калибром до 340 кг. Неуправляемое ракетное вооружение включает блоки с 8 неуправляемыми авиаракетами 57-1, 57 мм, 7 нар калибром 68 мм, 7 нар 90-1, 90 мм, или 4 нар 130-1, 130 мм. Самолеты последних серий могут оснащаться управляемыми ракетами воздух-воздух ПЛ-2, ПЛ-2Б, ПЛ-5Б, М9 Сейдуиндер или Матра-Р, 550 мажек. Возможно подвеска одной тактической ядерной бомбы мощностью 5,20 КТ. Всего имеется более 22 вариантов боевой нагрузки. В ВВС Китая, Северной Кореи, Пакистана и Бангладеш в настоящее время эксплуатируются более тысячи истребителей-бомбардировщиков китайского производства Q-5 «Фонтан», его экспортное обозначение А-5. Эти самолеты используются в качестве штурмовиков, истребителей для обеспечения ПВО войск, а также в качестве истребителей-бомбардировщиков для решения задач по непосредственной авиационной поддержке сухопутных войск и изоляции района боевых действий.